Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хотел бы поговорить о разных видах еврейского народа. Я получаю многие вопросов об этом. Расскажите о том, кто такие ашкеназы, кто такие сефарды и так далее. Про разные общины. Давайте попытаемся начать с того, что я вкратце дам выжимку такую, расскажу о том, кто такие ашкеназы. Ашкеназы – это европейские евреи. Слово ашкеназ на иврите означает, в древнем иврите, подчеркну, означает слово Германия. То есть это евреи, выходцы из Германии. Как евреи попали в Германию и оттуда распространились дальше? Все очень просто. Было три войны с Римом. Вспомним. В первом веке до нашей эры Гней Помпей пришел в Иудею. Рим зафиксировал свое владычество здесь и оккупировал до того независимую Иудею. Мы стали вассалом Рима. Мы стали одной из многих стран, которую Рим оккупировал и оставил здесь свои войска. Мы вынуждены были подчиняться Риму, платить им дань. После этого у нас было три войны с Римом. У нас были восстания против Рима. Это Первая Иудейская война, описанная Иосифом Флавием в его бессмертном произведении «Иудейская война». 70-й год нашей эры, разрушение Второго Иерусалимского храма. Потом Вторая война была, Второе восстание, 114-115-е годы. Третья Иудейская война, вошедшая в историю как восстание Шимона Баркохбы, лидера восстания. Это 134-136 годы нашей эры, уже Второй век. После этого Иудеи превращаются в руины. Иерусалим переименован в Элия Капитолина, императором Адрианом. Сама Иудея переименована им же в Палестину. Помните, у нас был об этом ролик. Палестина – это название Филистии, страны филистимлян, уже давным-давно к тому времени переставшая существовать. То есть, фактически, он придумал название «Дурацкая Палестина нам», чтобы отомстить нам и показать свое презрение. Тут полная нищета, полный разгром. И двумя путями евреи попали потом во Втором веке нашей эры, во второй половине Второго века, в Рим. Они попадают в Римскую империю. Первое – это в Кандалах, как рабы. Они становятся, многие из них становятся гладиаторами, рабами. Это все те, кто принимали участие в восстании Баркохбы. Огромное количество людей, сотни тысяч людей, прямо или косвенно воевали в армии Шимона Баркохбы против Рима. Многие женщины им помогали. Огромное количество евреев было насильно в Кандалах привезено в Рим и стало рабами. И большая часть приехала туда сама, потому что здесь уже невозможно было жить после катастрофической войны. Уничтожение всей инфраструктуры иудеи здесь уже жить было очень тяжело. И очень многие приехали в Рим уже добровольно. Подчеркну, что еще до начала Первой Иудейской войны, об этом пишут Иосиф Лави и другие историки, порядка 10% Римской империи, которая составляла к 70-му году нашей эры примерно 70-80 миллионов человек, так вот 10% этой цифры граждан Рима были иудеями. Это не значит, что большинство из них были этническими евреями. Нет, многие из них приняли иудаизм. Это были римляне, принявшие иудаизм. И вот многие евреи свободными, будучи, приехали в Рим. И они основывают там большие еврейские общины. Это общины в Риме и во многих других городах. В третьем веке нашей эры евреи попадают в Германию. И основывают там свои общины. Германия является родиной самой старой еврейской общины Европы после Рима. И тут надо подчеркнуть это, что попав в Германию, к германцам, евреи основывают там свои мощные общины и начинают там жить и торговать с 3 века нашей эры. В Риме евреи говорили на латыни. Наиболее образованные знали греческий язык. Подчеркну, владели греческим языком только 10% римской империи. Это была в основном аристократия. Поэтому тот же Флавий писал свои труды для аристократии Рима и по заказу римского императора для его библиотеки. Поэтому на греческом языке. Греческий язык был такой язык элит. Разговорный язык была латынь. Языком народа была латынь. Но попав в Германию, евреи начали говорить на старом немецком языке. И там же у евреев формируется их язык. Их новый язык. Идыш. Идыш это еврейская калька со слова немецкого юдиш. Юдиш это еврейский. Юде это еврей. А на идыш это еид. Юде, еид. Юдиш, еидыш. Идыш это германский язык. Старогерманский язык. Основан он на немецкой основе, на немецкой грамматике. С древнееврейской письменностью. Письменность из иврита. Так, чтобы соседи ничего не могли понимать. И с огромной примесью. Ивритских, арамейских. А позже и многих других слов. Славянских и так далее. Создан был такой язык. На котором все евреи могли говорить, понимать друг друга. Но не еврейские немецкие соседи. Или германоязычные соседи. Понимать ничего не могли. Был такой создан код. Пароль. Свои все поймут. А чужие не поймут ничего. И вместе с тем язык просто формируется. Потому, что он основан из немецкого. Вот этой вот фундамента немецкого. В котором они жили. В последующие века Ашкиназа становится основой еврейского народа. Выходцы из Германии становятся теми евреями, которые будут составлять 90% еврейского населения мира. А остальные 10% это будут евреи, которые потом будут названы сефардами. Сефарды в переводе означают выходцы из Испании. Сефарад на иврите это Испания. То есть тоже Европа, но самая южная ее часть. Сефарды это выходцы из Португалии и Испании. Потом так станут называть более глобально и более широко всех неашкиназских евреев. То есть этот термин он станет более гибким. И сюда будут входить уже евреи из Алжира, из Туниса, из Ливии, из Ирака, из Ирана. Хотя технически никакого отношения к Испании они не имеют. Действительно, после изгнания евреев из Испании в 1492 году Изабеллой и Фердинандом половина испанских евреев, она переселилась, переплыв через Гибралтар, она переселилась в Северную Африку. Это Марокко, Алжир, Египет немножко. А часть спас турецкий султан Биязид II, послав свои корабли и привезя их в Турцию, потому что он понимал, что они хорошие торговцы, врачи, ювелиры, мастера. Также он вывез оттуда и мусульман, которых изгнала императрица Изабелла и ее муж Фердинанд. Формально они это делали, потому что были очень сильными католиками, но на самом деле задача была ограбить и отчуждить в пользу казны и церкви еврейское имущество и имущество мусульман. В общем, ничего нового. Итак, Ашкеназы стали основой еврейского народа. Ашкеназы и Идаш вплоть до 1939 года, вплоть до сентября месяца, до начала захвата нацистскими войсками Гитлером Польши, это была основа еврейства мирового. Мировое еврейство было ашкеназским еврейством. Ашкеназы это все евреи Европы, на исключением Испании и Португалии, и евреи Российской империи. Это польские евреи, вспомним 1939 год, в Польше жило более трех миллионов евреев. Это евреи Советского Союза, а до этого Российской империи, где тоже жили миллионы евреев. Точно никто не знает сколько, но порядка тоже где-то трех, трех с половиной или даже четырех миллионов евреев. Все они говорили на Идыше, за редким исключением сефардских евреев так называемых. Это бухарская община, евреи Узбекистана, это горские евреи, евреи, жившие на Кавказе, и грузинские евреи. Они не относятся к ашкеназам, у них не было Идыша. О них мы попытаемся поговорить потом в других наших роликах. Ашкеназская культура, она очень богатая. Это тип еврея европейского. Хотя плохо же с стереотипами, но, наверное, иногда стереотипы помогают. Ашкеназ – это классический еврей, которого изображают на карикатурах. Хучерявый, бородатый такой, очкарик, умный или заумный даже. Профессор, скрипач, Сашка из Гамбринуса, Эйнштейн. Он прекрасно торгует, но он и прекрасный врач, он и прекрасный ювелир, он и прекрасный портной, он и прекрасный раввин. Ашкеназское еврейство дало самое большое количество раввинов, написавших сотни тысяч книг по Торе, по иудаизму, по философии, по Талмуду. Ашкеназское еврейство действительно было наиболее плодовитым. Оно дало самое большое количество нобелевских лауреатов, ученых, военных разных стран. Ну, и надо понимать, что также это связано с тем, что их было очень много. Ашкеназ – это самый большой сегмент еврейства. Мы все не разделяем свой народ. Для нас, братья, все другие евреи. И горские евреи, и сифарские евреи, и бухарские евреи, и грузинские евреи, и евреи-выходцы из всех других стран. И те геры, то есть праведные празелиты, все те, кто приняли иудаизм, мы на них смотрим не только как на людей, которые приняли нашу веру. Мы считаем их евреями, что они стали евреями, что как будто бы их кровь изменилась. Мы не смотрим на них как на китайцев иудейской веры, или как на эфиопов иудейской веры, или как там на японцев или немцев иудейской веры. Нет, мы смотрим на них, что это и иудеи, и евреи. Они стали нашими братьями по крови, так как будто бы Бог изменил даже их кровь. Это очень интересный такой вот феномен. Ашкеназы имеют свой язык идыш. Идышу был нанесен сильнейший удар Холокостом, но сегодня на идышах говорит порядка одного миллиона человек в мире. В основном это религиозные евреи, хасиды. В основном хасиды, но частично и выходцы из Литвы. На идышу больше всего говорят в Америке, в Канаде, в Бельгии, в Англии, в Австралии, ну и в Израиле. В Израиле это города Иерусалим и Бнайбрак. У ашкеназских евреев своя одежда. Это черные шляпы, длинные сюртуки, белые рубашки. Это штраймлы такие, меховые шапки, которые наследованы нами от хазар, принявших иудаизм в 7 веке. У многих тюркских народов есть такая шапка. Это тибетейка, обшитая мехом со всех сторон. Вот хасиды многие и не хасиды, иерусалимские евреи, ашкеназские, носят такие меховые шапки, которые называются в общем штраймлами. Они могут также называться сподики, они могут называться также колпики. У них много названий, много разновидностей. Они высокие, они низкие, они узкие, из разных видов мехов. Но, тем не менее, это ашкеназская одежда. Сюртуки тоже, которые заимствованы от хазар. Длинные сюртуки. Многие хасидские рэбы носят расшитые золотом, серебром, голубой тканью сюртуки. Они разные, цветастые и так далее. Ну и пояс тоже. Это все такое тюркское, хазарское наследие. Кухня ашкеназских евреев, она совершенно другая. Она очень отличается от кухни других евреев. Упомяну классические виды еды, которые все знают. Это гифилт и фиш, фаршированная рыба. Моя бабушка и дедушка, они делали из трех видов рыбы. Это щука, карп и белорыбец. Все знают такие ашкеназские виды еды, как цимес из морковки, зэмалах, крэплах, ёйх, куриные, бульон и так далее. Штрудель, субботний чолд. Много разновидностей еды ашкеназского еврейства. Ашкеназское еврейство обладает особым юмором, это такой идышеский юмор, такие подколы. Вынесены они и выведены из Талмуда. Попытка опровергнуть оппонента, вот так вот, знаете, подколоть его и прижать в стене, и сделать это все с юмором. Вот это ашкеназские евреи, многострадавшие, как и кто другой. Ашкеназское еврейство пережило колоссальное количество погромов, крестовые походы. Это инквизиция. Инквизиция коснулась, кстати, и сефардов, но и ашкеназов тоже. Это погромы различные, как католиков, как лютеран, протестантов, погромы православных. Страдали от черной сотни, от черты оседлости, от антисемитизма царского в России. Погромы Петлюра на Украине, унесшие по разным меркам от 100 тысяч до 200 тысяч евреев. И, конечно же, кульминация этого холокоста. Это очень израненный еврей. Он может это не показывать, но внутри он израненный. У каждого в семье была жуткая вот эта история. Войн, кровопролитий, погромов. И вместе с тем веселый. Ашкеназская музыка, это особая музыка еврейская. Она известна как клесмерская музыка. И вот особенность этой музыки, это две эмоции. Дикая, разрывающая душу печаль и искрометный смех. Никакого спокойствия, никакой вот этой тихой умиротворенности, воспетой многими классиками. В ашкеназской музыке нет. Всего две эмоции. Либо фантастическая искрометная радость до небес, либо жутчайшая, разрывающая сердце печаль и слезы. Вот такие евреи Ашкеназы. Попытаемся развить эту тему, поговорить о других общинах в другой раз. Будьте здоровы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok